МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В полку прибыло. В Самаре спустили на воду новые сухогрузные баржи. В коробке приводов и агрегатов на заводе Кузнецов после масштабной реконструкции откроется новое производство. Туманные перспективы. На Самару движется Атлантический циклон. Вышли на новый уровень. В Самаре появилось более 2000 современных мусорных контейнеров. Две баржи самарского производства уплывут в Питер. Сегодня одну из них уже спустили на воду сухой Самарки в Куйбышевском районе. Контракт Самарского судостроительного завода с питерским заказчиком рассчитан на несколько лет. По каким морям и рекам будут ходить самарские баржи, расскажет Сергей Кизоркин. Аминь. Свои отца и сына и святаго духа. Аминь. Вот так, на руку сильнее и поехали. Поехали! Двойное крещение православной и светской перед спуском на воду сухой Самарки прошли две баржи, построенные в Самаре. Любовь Ковалева – крестная мать первенцев. Не отходила от них все восемь месяцев, пока шла сборка, проверяла каждый сварной шов рентгеном на микродефекты. Баржи строили параллельно. Заложили в апреле, на воду спустили в декабре. Работали с тахановскими темпами. Двойные борта и двойное дно собирали в основном из шестиметровых стальных листов. На судне четыре закрытых трюма. Осадки и волна не страшны. Можно перевозить железо, зерно, удобрение, уголь, стройматериалы и крупногабаритные грузы. Питерский заказчик качеством работ самарских специалистов и сроком исполнения остался доволен. Мы уже не первый раз являемся здесь лезгиполучателями судов. У нас в работе находится одно судно. Это святой князь Владимир. По нему пока критичных никаких нареканий не было. Поэтому, в принципе, удовлетворены и надеемся, что данные суда также оправдают себя. Баржи сухогруза стали первыми суднами, построенными в Самаре с 1896 года. До этого завод только ремонтировал нефтеналивные танкеры. Теперь по чертежам морского инженерного бюро налаживает свое производство барж нового поколения. Спрос есть. Впереди закладка еще трех судов. Это сегодня низко сидящая в осадках, небольшой осадке для работы на реках, на работы в Азовском море. Она очень востребована, потому что есть сегодня буксиры, нет сегодня, которые могут таскать такие баржи и оперативно вести разгрузку, доставку таких барж. Спуск на воду двух барж – это возрождение судостроительной отрасли Самарской области, уверены специалисты. Сейчас стране требуется обновление грузового флота. Поэтому строительство еще трех барж в Самаре можно рассматривать как экзамен для предприятия. Завод постепенно модернизируется, осваиваются новые технологии, формируется список заказчиков. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Обеспечат деталями не только себя, но и другие предприятия. На ПАУ Кузнецов открыли новый центр специализации коробки приводов и агрегатов. Цех два года перестраивали, закупали высокопроизводительное оборудование. И теперь на заводе готовы к работе на полную мощь. Запуск нового комплекса – часть масштабной модернизации производства. Экскурсию в новый цех совершил Андрей Горгуленко. Несколько нажатий на кнопки и целый цех по производству уникальных шестеренок для кузнецовских двигателей запущен. Эту честь доверили Андрею Егорову, оператору станков с 8-летним стажем. Рабочий признается, хоть у нового оборудования и есть сходство со старыми станками, пришлось познакомиться с ним за учебными партами. Для более успешного освоения нового оборудования нас отправляли учиться в Самарский университет. И там, в общем, нас подготавливали по теоретическим моментам. Вот таким был цех еще два года назад. Но прошло время и пространство площадью 8,5 тысяч квадратных метров заполнило 21 единица нового оборудования. Это уникальные зубошлифовальные, зубофрезерные и токарные станки, многооперационный обрабатывающий центр и контрольно-измерительные машины. Еще часть оборудования перемещена с действующего производства. Новое оборудование позволит уменьшить на треть трудоемкость и на половину количество брака. Это значительно повысит качество продукции. Комплекс сможет выпускать до 100 тысяч зубчатых шестеренок в год. Благодаря сегодняшнему мероприятию мы понимаем, что скорость производства увеличится, само производство станет более конкурентоспособным. Портфель заказов, самое главное, будет диверсифицирован, потому что мощностями, которые сегодня вводятся в строй, будут закрываться не только потребности самого предприятия, но и будут закрываться потребности других предприятий промышленности, как Самарской области, так и Российской Федерации. Открытие цеха – только один из шагов большого плана по модернизации производства. В ближайшие годы в реконструкцию техническое перевооружение производства ПАО «Кузнецов» будет вложено более 20 миллиардов рублей, что позволит обеспечить изготовление и проектирование авиационных газотурбинных двигателей и газотурбинных установок наземного применения. Я надеюсь, модернизация Кузнецова никогда не завершится. То есть модернизация – это то чудесное семя, которое надо однажды посеять и стронуться с мертвой точки и потом постоянно двигаться к улучшению текущих процессов. Потому что борьба за себестоимость, борьба за высокое качество, борьба за отсутствие лишних издержек у нас на предприятиях ОДК никогда не прекращается. В планах на будущее работа в общей сложности еще по 17 объектам, 7 из которых на финальной стадии реализации. Они будут введены в эксплуатацию уже в 2020 году. Стартуют строительные работы и по новому зданию конструкторского бюро, которое станет одним из самых современных в России. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Самарская область вошла в топ-10 регионов, перспективных для развития медицинского туризма. Подготовка профессионалов, которыми славится Самара уже не один десяток лет, разработка уникальных технологий и новые подходы к лечению. Все это открывает перед областью перспективы развития медицинского туризма. О них поговорили на конференции приглашенные эксперты, в том числе и иностранные делегаты. Мария Левина продолжит. Самарский регион интересен иностранцам, рассказывает представитель международной медицинской компании Джерри Байерс. Медицинские услуги здесь дешевле аналогичных в Америке, примерно на 80%. В том числе и такие популярные направления, как косметическая хирургия и ЭКО. Среди тех медучреждений, которые мы собираемся посетить во время этого визита, будут клиника репродуктивных технологий и онкологический центр. Нам думается, что в этих областях мы могли бы найти медицинские услуги, которые были бы чрезвычайно интересны нашим конечным потребителям. Если развивать медицинский туризм, бюджет региона может получить до 10% доходов. Партнерство с иностранными компаниями поможет увеличить и экспорт медуслуг, что предусмотрено нацпроектом здравоохранения, который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Уже сейчас налажены деловые связи со странами ближнего зарубежья, такими как Казахстан и другими, входящими в состав СНГ. Регион имеет большой потенциал стать одним из лидеров медицинского въездного туризма в Российской Федерации. За последние несколько лет в области повысилась доступность высокотехнологичной медпомощи. Обновляются лечебные учреждения. Отремонтировано 40 объектов здравоохранения, закуплено 60 автомобилей скорой помощи. В регионе активно внедряется проект «Бережливая поликлиника», в первую очередь в 17 детских отделениях. В 2019 году создается Центр амбулаторной онкологической помощи «Центры». Переоснащены медицинские организации региона, оказывающие помощь онкобольным 89 единиц оборудования. В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями переоснащаются региональные сосудистые центры и два сосудистых отделения в Тольятти. Для успешного развития медицинского туризма важны не только технологии и оснащенность больниц, но и высокая квалификация врачей. Там, где нет основы, где нет компетентов, где нет профессионалов, трудно что-то создать. На пустом месте этого не создашь. Люди у нас есть, есть высокопрофессиональные врачи, средний медицинский персонал. На сегодняшний день нашим медицинским партнерам мы можем предложить медицинские услуги по профилю травматология, ортопедия, офтальмология, онкология. Есть программы, связанные с экстракорпоральным оплодотворением. Это наиболее востребованные для иностранных медицинских туристов направления, которые мы и дальше будем продолжать развивать. Система Казани и медпомощи, которая выстроена в регионе во время проведения чемпионата мира по футболу, признана специалистами. Также в области развивается туристический кластер, построены новые гостиницы, транспортные развязки. Все это создает условия для развития медицинского туризма в регионе. Мое главное ожидание – это то, чтобы наши зарубежные эксперты, которые приехали оценить, увидеть своими глазами самарскую медицину, уехали удовлетворенными в глубокое умреждение того, что это место, город и край, область достойны иностранных пациентов не только из стран Средней Азии, но и из Европы, даже из Северной Америки. На конференции министр здравоохранения Самарской области ректор САМГМУ и президент Национального совета медицинского туризма подписали соглашение о сотрудничестве. Также приглашенные эксперты, в том числе и иностранные гости, посетили клиники Самары, с которыми также планируют заключить рабочие соглашения. Лариса Шлафаст, Мария Левина, Николай Сидоров, События. Мотивация и поиск свежих решений. В Самаре стартовал форум «Мой бизнес-63». Это бесплатное мероприятие с маститыми спикерами для тех, кто хочет строить свой собственный бизнес. Слово Мэри Ялычян. Желание должно подкрепляться необходимыми знаниями, считает Наталья Половинкина. Девушка – директор компании, где изготавливают сложную оптику и проверяют зрение. На форум «Мой бизнес-63» она пришла, чтобы узнать о мерах господдержки. Наталья планирует расширять сеть салонов. Для этого ей нужны дополнительные деньги. В принципе, наша компания уже очень известна. Давно в Самаре и большая клиентская база. Сюда я пришла посмотреть, как развивается самарский бизнес. Мне было очень интересно. В течение двух дней на нескольких площадках форума проходят выступления спикеров. Один из них – Ольга Свинцова. Она генеральный директор холдинговой компании, которая занимается производством, продажей и установкой всех видов жалюзи, автоматических ворот и алюминиевых конструкций. В 2010 году ее компания выиграла региональный грант на развитие малого бизнеса. Ольга делится, и именно господдержка позволила открыть производство и вывести бизнес на новый уровень. Сейчас она на форуме, чтобы поделиться своим опытом и помочь тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве. В первую очередь желание, но я из тех людей, которые в первую очередь пишут всегда бизнес-план. И за 13 лет я написала их ни один, ни два. То есть любой проект начинается с того, что это должен быть бизнес-план на бумаге с составлением планов, графиков выполнения и реализации своей цели. Ну и, соответственно, финансовая грамотность здесь тоже, в общем-то, нужна. Ключевой для бизнес-сообщества форум проходит при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Все это в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Вообще весь этот год в рамках национального проекта по установке губернатора – это абсолютный приоритет для нашего региона на сегодняшний день. Мы всегда слышали слова предпринимателя о том, что нам не хватает информации, мы чего-то не знаем. Вот сейчас мы сконцентрировались на этом. Мы сделали новый обновленный сайт. Мы запустили в четырех социальных сетях, самых распространенных, кому что удобно, постоянные ленты новостей. Сделали максимально так, чтобы вы получили самую оперативную, самую интересную информацию. Форум «Мой бизнес-63» впервые проходит в Самаре. За два дня он соберет на своей площадке тысячу предпринимателей. Кроме того, на форуме работает мобильный центр, где каждый желающий может получить консультацию и узнать о возможностях, которые предоставляют различные организации для поддержки бизнеса. Мэри Илчан, Дмитрий Мешканцов, События. Безопасность превыше всего. Как будут охранять покой самарцев в период новогодних праздников, обсудили на заседании антисеррористической комиссии в Самарской мэрии. Охрану площади Куйбышева усилят с 22 декабря, когда там откроется новогодний комплекс. Два поста будут дежурить круглосуточно. Всего же в новогоднюю ночь выставят 150 постов. Все площадки в период новогодних каникул перед проведением концертов и народных гуляний будут проверять кинологи со служебными собаками. Всего с 20 декабря по 8 января безопасность будут обеспечивать более 300 полицейских. Глава города Елена Лапушкина поручила особое внимание обратить на охрану детских садов и школ. Обратите внимание на образовательные учреждения, потому что во всех образовательных учреждениях у нас традиционно проводятся мероприятия. Безусловно, инструктажи проведены с руководящим составом, с учителями. Я надеюсь, и с детьми вы провели инструктажи. Но в любом случае, конечно, это образовательные учреждения требуют особого контроля. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти до конца недели. На погоду будут оказывать влияние теплые воздушные массы Атлантики. Их принесут атмосферные фронты циклонов, перемещающихся по северным и центральным районам европейской территории России. Ожидается преобладание облачной погоды с осадками смешанного характера, временами с туманом и гололедом. Первый большой снегопад коммунальные службы встретили во всеоружии. В ночную смену на расчистку улиц вышли 119 спецмашин и 59 рабочих муниципального предприятия благоустройства. С начала сезона на полигоны вывезли почти 7 тысяч тонн снега. В Самару поступили новые мусорные контейнеры. Всего 2020 штук. Их закупили в рамках соглашения между администрацией города и министерством ЖКХ 63 региона. Мэри Елчан оценила новинку. На смену старым мусорным контейнерам придут новые. Все они практичны в эксплуатации. Сделаны из экологически чистого пластика, а также оснащены вот такими удобными открывающимися крышками. Свыше двух тысяч мусорных контейнеров. За последние 10 лет это самая большая партия баков, которую закупили для города. В Самару контейнеры приходят в разобранном состоянии. Сейчас шесть рабочих прикручивают колеса и крышки в специальном ангаре. Это на самом деле на текущий момент самые современные контейнеры. Требования к контейнерам подбираются к той технике, которая ее обслуживает. Это новые мусоровозы с задней загрузкой. Как правило, все операторы по перевозке отходов переведены на такой спецавтотранспорт. Городские власти всерьез занялись благоустройством контейнерных площадок. Жители Самары перемены во внешнем облике города замечают и считают, что на достигнутом не стоит останавливаться. Ну, если контейнеры, конечно, там треснутые, там разбитые, туда-сюда, их надо, конечно, менять. А в основном хорошие контейнеры. До конца года мусорные баки появятся на 125 новых и 232 отремонтированных контейнерных площадках. А уже в ближайшие дни в город прибудут и 50 новых бункеров-накопителей. Объем каждого – 8 кубометров. Мэри Илчан, Дмитрий Мешканцов, События. Далее коротко о других событиях дня. Из Меги в Самаре эвакуировали 700 человек. В торговом центре сработала пожарная сигнализация. Спецслужбы проверили помещение, огня не обнаружили. Это было ложное срабатывание сигнализации. Движение судов между Самарой и Рождественной ограничено. Накануне в Рождественской Волошке работал ледокол, и теперь высадку и посадку пассажиров планируют проводить на остановке Подгалятина. В день будет 6 рейсов, 7 утра до 6 вечера. Машины могут доехать до Рождественной по временной автодороге «Автозимнику» от села Шелехметь до урочища «Белые домики». Поддерживать дорогу в проезжем состоянии планируют всю зиму. Специалистам удалось преодолеть проблему с шугой и нормализовать водоснабжение Самары. Напомним, накануне смесь из льда и снега забила водозаборное сооружение НФС-2. Из-за этого в промышленном, Кировском и Красноглинском районах Самары существовала угроза ограничения водоснабжения. Специалисты держат ситуацию под контролем до установления стабильной низкой температуры воздуха. Заверили в ресурсоснабжающей компании. На улице Олимпийской в гараже сгорела иномарка. Пожар в Кировском районе Самары произошел вечером 16 декабря. Вызов поступил в 23.13. На улице Олимпийской горел гараж, в котором находился автомобиль. Как сообщают очевидцы, сначала был слышен хлопок, после чего начался пожар. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. Машина полностью сгорела. На «Авроре» партизанской изменили режим работы светофоров. Водители теперь ожидают, что пробок в этом месте будет меньше. Аналогичным образом служба собирается изменить схему движения на пересечении «Авроры» и «Мариса Тореза». А вот в центре города ведут в работу новый светофор на перекрестке Фрунзо и Пионерской. Его включат, когда запустят движение по Фрунзенскому мосту. Ожидается, что это произойдет 30-31 декабря. Уникальный рояль, произведенный знаменитой немецкой фирмой, приобрели для Самарской филармонии. Такие инструменты – знак качества, стандарт для престижнейших концертных площадок России. На них играют самые талантливые пианисты мира. Звучение клавиш оценил наш корреспондент. Нет больше радости для музыкантов, чем признание публики и новый уникальный инструмент. Это первые звуки нового рояля в Самарской филармонии. До этого на нем играл только знаменитый российский композитор Александр Чайковский. В московскую филармонию, которой он руководит, из Германии прибыло два рояля. Один должен был остаться в столице, второй – уехать в Самару. Он мне позвонил, потому что они не могли выбрать. Он говорит, один рояль лучше другого. Причем тот, который мы оторвали от сердца, буквально, который мне больше понравился, уехал все-таки в Самару. Это лучший рояль в мире. Лучше – нет. На 80% это ручная работа. Поэтому все инструменты, естественно, несут в себе индивидуальные особенности, которые будут раскрываться не сразу под пальцами разных исполнителей. Рояль приобрели на средства областного бюджета благодаря национальному проекту «Культура». Его производитель – немецкая фирма «Стенвей» со 165-летней историей. Она, как говорят специалисты, производит лучшие в мире рояли и пианино. Такие инструменты стоят на престижных концертных площадках Москвы и Питера. В Самаре на этом рояле будут играть лучшие российские и зарубежные музыканты, которые постоянно выступают в филармонии. У него приятный, очень хороший камерный тембр, который в любом случае будет для вашего зала. У вас зал очень хороший, очень камерное звучание у него. И мне кажется, что его будет даже нет необходимости подзвучивать усилителями. То, как звучит этот рояль, самарцы смогут услышать уже в январе. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Константин Головин. События. Серия из одних поражений преследует волейбольную нову в чемпионате страны. Украинский тренер пока не может поставить команду на новые игровые рельсы. Как прошел очередной домашний матч, расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Хотите знать о самарском спорте и спортсменах как можно больше? Смотрите СамарГИС. Белгородские волейболисты в гостях у новокубышевцев. Белогория и Нова рассчитывали в этом матче прервать свои серии из одних поражений. Неудивительно, что со стартового свистка на площадке завязалась бескомпромиссная борьба. Долгое время ни одной из сторон не удавалось выйти вперед. 8-8. И только в середине сета гости заставили хозяев паркета несколько раз ошибиться. 16-11. В концовке Нова титаническими усилиями сократила отставание. 19-21. Но развить успех не смогла. Белогория вырвала победу из рук. 25-21. Здесь очень респект вашему тиму. Тоже, что играли 3-2 с хорошим командой вашего тима, пришли просто серьезно. Я хочу, как скажет по-русски, congratulations на мою команду, что поговорку, как говорили на собрании и на тренировке, что работали тактику. Сегодня очень-очень хорошо работали. И всю задачу, как договорились, я очень задовольен собой. Во втором сете гости были лучше на подаче. Новокуйбышевцы ошибались на приеме. Как результат, Белогория вырвалась вперед 14-7. И довело дело до победы с комфортным счетом 25-18. Рвать и метать мы все гораздо, да, сидя. Я тоже могу на трибуне сидеть и орать на футболистов, хоккеистов. Вы с нами не тренируетесь, вы не знаете, что мы проходим. Поверьте, мы работаем по 7 часов в день и умираем и там, и выходим. Явно надежда была совершенно на другую игру. Видимо, тянется этот шлейф поражения, который надо сломать. У нас ключевой момент. Либо не тот оказывается в атаке, либо не туда летит мяч. В общем, любое, сейчас все звучит как алибер. Понятно, что сейчас нас легче ругать, чем поддерживать. Нова попыталась вернуться в игру в третьей партии и даже активно стартовала 10-6. Но удержать инициативу не смогла. Белогория вовремя среагировала и благодаря цепкой игре в защите и мощным подачам добралась до ничьей. 15-15. Дальше нашла коса на камень. И зрители увидели большое количество долгих розыгрышей и молниеносной комбинации. В борьбе нервов больше повезло гостям. 26-24 и 3-0 по партиям. Шансы всегда есть. Все надеялись, что сегодня наступит переломный момент. Единственное, что, конечно, нет претензий по самоотдаче. Ребята, я могу сказать, сделали все, что могли. Новокубышевская Нова замыкает турнирную таблицу Суперлиги. В лидерах чемпионата страны по волейболу пока локомотив из Новосибирска. Последний матч в этом году волжане сыграют дома 22 декабря в 5 вечера на МТЛ-арене против московского «Динамо». Это были самарские новости спорта. Я Сергей Кизоркин. До встречи в эфире и на спортплощадках города. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!